Все красавцы молодые, великаны удалые. Из Чувашии на службу в Кремлевский полк проводили сегодня 10 новобранцев. Торжество проходило в Канаше в актовом зале сборного пункта. Воинская служба всегда почетна, но служба в Кремлевском полку еще и престижна. Попасть в это формирование мечтают многие, удается не всем. Но, к слову, из Чувашии в каждый призыв набирают не менее 10 человек. И не только за красивые глаза. Занимался боксом, закончил училище Олимпийского резерва. Попал в президентский полк, наверное, скорее из-за того, что у меня хорошая физическая форма. Помимо физических данных, необходима еще незапятнанная биография, сила духа и осознание личной ответственности за безопасность Родины. С этим тоже проблем не возникает. У новобранцев достойные примеры для подражания. В Афганистане, в Кабул, в ВДВ старший снайпер. Вот теперь горжусь за сына. Руководитель администрации главы республики Юрий Васильев отметил. К нашим призывникам у командования кремлевского полка не бывает нареканий. За последние годы они создали республике прекрасную репутацию. Это результат патриотического воспитания, которому в регионе уделяется огромное внимание. Мы построили прекрасную кадетскую школу. Ежегодно готовим до 400 человек, для того, чтобы в последующем они поступали в элитные войска, но в данном случае военно-космические силы. Мы ежегодно проводим разного рода военизированные игры. Мы ни разу, по сравнению с другими субъектами, проведение этих игр не прерывали. Я хочу сказать, вот тот темп, та работа, которая делается, она будет продолжена еще более качественно, эффективно. Вместе с командой кремлевского полка на службу отправляются и будущие моряки. Военком республики отметил, они тоже будут служить в почетных подразделениях. Часть из них едет на наш корабль, ракетный катер, Чувашия. Часть из них едет на наш корабль, на Вачебоксарск. Это тоже достойно. Здесь сидят и ребята, которые идут в сухопутные войски. Это тоже элитные войска. Поэтому я хочу поздравить всех призывников, родителей, ветеранов с праздником Днем призывника России. Конечно, будут и трудности. Служба в армии – это и физические нагрузки, и строгая дисциплина, и отсутствие привычного комфорта. Но ребята уже готовы поддерживать друг друга. Как в команду определили, уже все поняли, что служить придется вместе. Сложились такие добрые отношения сразу. Впереди у ребят как минимум год службы. И пусть он станет одним из самых важных и значимых в жизни. Елена Гальперина, Мальвина Петрова, Валерий Резюков. Республика.